МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень престижный. Организация очень амбициозная. У них серьезная поддержка государственная. Они проводят турниры в Румынии, в Анапе, по всему миру. Вечер профессионального кикбоксинга бои на Каме будет состоять из 11 поединков. В четырех из них выступят пермики. Трое проведут рейтинговые бои, а еще один станет реваншем. Максим Смирнов встретится с своим обидчиком Хасаном Мухаребом. Год назад пермский боец уступил датчанину по решению судей. Если отдали туда, значит, посчитали, что не нужно. Значит, это я не доработал. Так сложилось, что я не в финале. Но мне сделали реванш с тем соперником, кому я проиграл в том году. Датчанин так же тренируемся, готовимся. Надеюсь, что все хорошо будет. Турнир пройдет в пятницу, 13 ноября, в спорткомплексе Мини Сухарева. Начало в 18 часов 30 минут. Далее об автоспорте. Прикамские любители езды по бездорожью провели осеннюю гонку «Затерянная Парма». Экспедиционный рейд прошел по глухим окраинам нашего региона. Заброшенные деревни и храмы, леса и бездорожье. Нам не очень повезло, потому что грязь замерзла. Но, тем не менее, настоящие джиперы нашли себе приключения и нашли грязь. Я думаю, что осенняя «Парма» получилась. Эти экипажи справились. Поразило даже то, что они взяли точки, которые не могли взять или взяли с трудом люди на серьезно подготовленных внедорожниках. «Затерянная Парма» – это не соревнования, а приключения. Организаторы предоставили участникам лишь GPS-координаты различных точек на местности. Ограничений по времени и бонусов за максимально взятое количество пунктов не предусматривалось. Каждая команда была свободна в выборе маршрута и исходила при этом из возможностей своей машины. Несмотря на все трудности, тяготы, лишения, она, несомненно, получилась. Потому что все равно люди уезжают домой с такими просветленными лицами. Всем есть о чем вспомнить. Всем есть, всем будет о чем поговорить. Я надеюсь, что, в принципе, несмотря на все, получилось более-менее хорошо. И в завершение хоккея. В Прикаме состоялся первый этап первенства России среди спортшкол Урала и Западной Сибири. Играли юноши не старше 11 лет. Пермский Молот занял второе место. Наши пропустили вперед только металлурки из верхней Пышмы. Лучшим вратарем признали все Волода Городилова из Молота. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.